Мюнхенская Бавария Мюнхенская Баруссия 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 любимой вообще сегодняшняя игра ожидалось большим интересом дело в том что вот недавнее заявление о возможном близком крахе баруси и финансов они достаточно непредсказуемо могли повлиять на команды и могут повлиять на команду и некоторые аналитики в том числе в германии в первую очередь германии считают что баруси в этой ситуации практически потеряет свою боеспособность а некоторые наоборот считают что ничего особенного не произошло и наоборот это может оказать вполне положительное влияние на игру клуба дело на грязную ситуацию да конечно конечно бизару показывают санта-крус просить санта-крус до кладби писаро в составе сегодня макаем в атаке у баварии но тут сложно можно вспомнить пример ромы наверное которая после объявления о крахе далеко не сразу вот так посыпалась зрение команд можно вспомнить рома можно вспомнить латцов оказавшийся в такой же ситуации прекрасно отыгравший сезон и попавший даже в лигу чемпионов абсолютно без средств существования в прошлом году примеров таких много дело в том что игроки поставлены перед фактом того что команда терпит финансовый крах они начинают задумываться о своей судьбе в первую очередь а куда собственно они пойдут дальше тут надо и тут надо всегда надо зарабатывать себе имя надо показать себя конечно с другой стороны мне кажется что мы очень сильно преувеличивать опасно достаточно главы в исполнении баварии все стандартные положения опасны макай бьет и что это вне игры а будет ли офсайд в момент удара роя макая вполне возможно хасан салихамиджич и не был за линии последнего защитниками там был еще рикошет мяч летел как странно но мы видим уже титр немцы в этом смысле редко ошибаются на четвертой минуте или начале не мать внимательно посмотрим баварий выходит вперед игры не было нет конечно же вне игры нет нет это несчастный случай неудачный рикошет просто несчастный случай и везение вечное везение салихамиджича удивительно фартовый игрок сегодня он на фланге полузащиты неоднократно видели моего я в обороне когда-то им латали дыры когда-то просто целый фланг занимал боснеец по схеме даже изначально рассчитанный но я почти уверен что сегодня будет играть в обороне нет ну поскольку есть четыре защитника как-то номинальных есть саниоли у вас или заразью просто напросто да 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 возможно да и кого число все в центре так что салихамиджич если бы он был защитен у никак бы он не оказался здесь мой запросто для него это для него да все-таки есть понятие немецкой строгости структурность здесь немножечко другой момент для феликса мага то очень характерно для его модели игры его видеть игры очень характерно активная игра фланговых защитников активная игра в атаке мы это видели еще одна атака пока и 2 0 да но это разгром уже на пятой минуте ну вот все вот пожалуй ответ получен хотя я не уверен что неужели можно на фоне того кризиса еще выйти из вот такой ситуации чисто игровой за пять минут пропустить два мяча все через какие-то странные кикса через потери по руси не успела создать вообще ничего даже создать какого-то впечатления для нас очень-очень жалко вам марвика жалко но показали еще и одного из руководителей собственно видимо этот реку верат дортмундский одного человека мы хорошо знаем и в поскольку это приезжал до и вновь роман в один филе не выручил тут там-то мудрено было выручить а здесь вполне можно было конечно под рукой пропустил мяч попытался взять намертво их подмышку что называется пропустил ударом а конечно талантливый вратарь на к сожалению пока он играет достаточно неровно вообще проблемы с вратарями второй вратарь не до полу лучше ну собственно он опыт не гораздо но с ошибками его в армию с француз шестая минута уточняют немцы статистические данные собственно ничего это не поменяет наше представление дебют катастрофически это почти что нокаут детским а как минимум нокдалл глубокий удар но торт должен как-то реагировать плохо конечно какая состав у тебя вот играть играть кстати у дортман да есть возможность что-то менять и причем впервые за долгое время в запасе впервые появился российский правда приступил к тренировкам в общей группе только в понедельник всего менее неделю тренировался и конечно его появление возможно лишь во втором тайме видим ближе к концу просто не выдержит физично и даже тоже не появился эвертон который до который видимо находится в таком же состоянии тоже очень много пропустил долго не играла их помощь она наверное окажется большей степени психологическая нежели реальная потому что сейчас конечно выпустить их не сможет тренер это фантасмагория с принципе это не станет против логики идти хоть как-то нужно налаживать игру но тут видишь не только от баруси и должны мы плясать ведь бавария получившие преимущества в два мяча при это удаве и психологии это почти непроходимо да это очень тяжело очень тяжело ведь заметь пока еще бавария это сама ничего особенно не собиралась проводить но была атака более или менее позиционные масштабные а потом контур выпад собственно к этим контур выпадом бавария благодаря макаю прежде всего готова и уже один использовала идет тут чистая минута ну вот а я не думаю что сегодня имел смысл ожидать сейчас уже конечно картина изменилась после двух голов но даже в принципе ожидать сегодня какой-то комбинационной игры от баварии в общем вряд ли можно было нет балака который ведет игру в центре поле все в глубине обычно а занявшие его место видимо вернет шольдаш он просто будет играть гораздо ближе к атаке гораздо ближе к атаке и нашли можно ожидать последнего паса игрок очень тонкий очень умный но строить игру в общем-то сегодня особенно некому конечно фланги до которых за роберта если хамиджи сутку действует и видимо так так и было запланировано теперь конечно поменяется ситуация потому что после такого начала общем любые задумки тактически которые были до игры они уже не актуальны ну а да и баруси сейчас рассуждать о том как команда изначально была расставлена какой фланг был выбран на игру сейчас уже поздно что-то надо делать крестьян верт с мячом просто забрасывает на левый фланг с малярок назад играется dd с полярок оказался удачно приобретением собственно единственное приобретение которое было сделано тоже забил гол сыграла всех четырех матчах после перерыва чем забил был в первой же игре вот конечно до конца освоился в клубе но тем не менее это человек который смог заменить на острие атаки баваре осталось вообще вы простите баруси осталось вообще без нападающих поставка получил травм сегодня и будет играть очень сложно все-таки колер больше любит играть немножко из глубины часто отходит назад принимая мяч и кто-то должен подключаться быстро игроки должны быть рядом с ним великолепно принимает мяч стягивает противников скидывает очень умный игрок мы часто недооцениваем его тактическую грамотность и удивительное видение поле и чтение игры колер это и это и гораздо более его сильное качество нежели игра головой о чем часто говорят хотя вообще-то головой не так уж много забивает он чаще оттягивает на себя внимание это игрок функция скорее да это очень очень полезная игра очень много делает для команды для организации атак все атаки практически идут через него и правильно ты говоришь что осталось почти без нападающих такой колера вынести за скобки кому-то надо и забивать эвертон забивал и тоже куда-то атаки завершать том числе и те которые чертятся через колера так получается просто действительно банально играть на него он в этом соглашусь с тобой не супер эффективный игрок при всем своем росте и и пытаться на нем на его голевых возможностях строить игру это неверно и но а что и остается делать сейчас он никогда бомбардиром то нет и не должен быть очень полезен но гардерские качества не главное хотя забивает он тоже достаточно спряталась где-то в середине поля так зарылась в песок игра конечно понятно что баварии никакой активности сейчас после два ноль вот таких мгновенных в стиле блицкрига не полезет никуда баварии конечно давали играть от обороны будет ждать своих моментов я почти уверен что в перерыве могут быть изменения в составе связанные с усилением обороны ну как обороны ведь линию из четырех защитников не станет менять мага согласись нет из четырех защитников конечно не станет ну да посмотрим посмотрим если все штайгер могут если все будет все будет хорошо то в общем то и менять состав незачем а у баварии уже все хорошо даже в отсутствии вроде бы до такой фигуры знакомой как балок до балок меня такой складывается ощущение что мага не очень понимает что с ним делать с балок а балок не очень понимает как играть писаров штрафной пас макаю нет устрел за счет сельдор успел прервать передачу кстати мицельдор его роль в том что баруси удачно стартовала во втором круге очень велика он вернулся и сразу же оборона паруси приобрела некую стройность это очень сильный игрок два года пропустивший и конечно может быть еще и в лучших кондициях но тем не менее это колоссальный поспорье кстати баруси выиграла три из четырех матчей один сыграл в ничью до более чем удачный несмотря на финансовое положение кстати вот здесь имеет смысл отметить что мы сильно преувеличиваем значение заявления на этой неделе о том что у баруси дела плохи финансово знают все и в клубе ты это знают прекрасно просто почему-то вот именно сейчас прозвучало это заявление о том что может последовать даже до слова крах в общем не произносили мне кажется до этого да нет с такими долгами клубу о чем можно говорить когда у клуба количество долгов которые перекрывают уже почти что годовой бюджет до мечели сыграет на за роберта баруси ничего не может сделать поэтому баварик даже заставляет себя немножечко подержать мяч на чужой половине поля конечно за чем же роберта подключает лиза разю успел да да с фланга прийти успел на мяч отбил обратно на защитника баварии там остался в чужой штрафной и делал навес да бавария это мы предполагаем что основном на контратаках но дай ей волю она и шестером восьмером будет атаковать ну почему же ржавеет еще одна фигура которую хотелось бы отметить составе баруси именно в последнее время именно в последних четырех матчах это ларс реки фантастически совершенно заиграла после зимней паузы после рождественских каникул на не совсем германии может называть рождествен кель встретил у себя грубо обиделся видимо что ему лишь между но прокинули не любит от футболиста рисковал у себя по традиции так вот говоря у ларс реки не видимо почувствовав доверие тренера он заиграл общем так как от него уже много лет ждут никак не могут дождаться все уже думали что так и остаться вижу тоже юзи надежда нет у него травм не было просто никак не мог найти себя он потерял свою игру и надо сказать что здесь немалая роль принадлежит томашу российский потому что они играют практически на одной и той же позиции и когда российских порядке то его просто в реке же не находилось место составе несколько лет он просидел запасе вот начиналась появляясь и у него судя по всему это связано с тем что у него недостаточно устойчивая психика ему нужно чувствовать что ему доверяют нужно иметь постоянное место в составе тогда он начинает хорошо играть очень много таких игроков а выйти на замену и сыграть удачно доказать свое так недостаточный стимул для него видимо да но была у него травма как раз вот тогда когда появился российский там еще гадали что же главное выход пока один на один не успевает голландец пробить потом таки успевает но подставляет уже даже не руки и ноги а всего себя роман вайденфеллер не дошло делал до разгрома до разгромного счета в первые 16 минут хотя судя по всему к этому рад или пост придет пас на ход колеру как-то выглядел совсем линии защиты даме цельдер до вернулся это не митцельдер но где он сейчас нет это женская который собственно и занимает позиции центрального защитника вместе с верстом митцельдер пока не набрал оптимальных кондиций физических он играет справа слева играет дт а справа играется цельдер это уже во всех последних матчах такую расстановку использует тоже странный подход не набрал физические кондиции играешь не в центре а справа а что крайнему защитнику не нужны кондиция наоборот казалось бы не зачит беговая подготовка защитника можно постраховать на центрального защитника страховать уже обычно бывает ник а кроме того держать в запасе такого игрока просто бессмысленно он должен быть на поле а две позиции центральных защитников занят женская заиграл очень удачно открытий этого сезона верт знаковые фигуры для баруси его присутствие на поле просто необходимо это лидер команды духовный как бы лидер команды соответственно и приходится митцельдеру искать место да ну никак бы как бы не пришлось теперь и митцельдеру и вернсу всем остальным искать место самостоятельно дальнейшей работы не хотелось бы все таки всегда очень печально наблюдать за тем как какие-то славные страницы в истории просто кляксами закрываются конечно не гордится все-таки самая посещаемая команда в германии точно в прошлом за прошло считается самый даст да нет и сейчас она остается мы посещаем сейчас ведь большая арена ученив шальки да но тем не менее городок парики там тоже числа по меньшим слаги да шалькер один из лидеров если кто вдруг забыл вместе с баварией вровень команды идут сорок одно очко и у мюханцев и у команды из гильзинкирхена ну а баруси имеет 28 и вот тот рывок январско-февральский о котором речь уже шла он позволил всего-навсего уйти от так отойти от опасной зоны ну серьезно отошли поскольку сформировалась эта зона вылета довольно отчетливо в германии пожалуй в единственном чемпионате вот на этой стадии из заметных три команды отстали от других собственно это и есть зона вылета дальний удар в айден феллером вытаскивать мяч из-под перекладины хасан салихомеджич теперь в центр его занесло и оттуда он страшнейший удар нанес лег очень удачным мячем на подъем кстати не попал в ворот похоже на филлере не трогал мяча да нет нет стройка не жаловы должен быть сейчас отсюда посмотрим да давайте картина разделу там могу с одного на одном из повторов могло показаться что мяч перекладины попал растолкали друг друга мюнхенцы 2-0 да если бы играли в шахматы наверное можно было бы сдаться прозевав ферзяна с третьим такое ощущение что борусь еще не отошла тогда видимо какой-то должен момент кто-то должен на себя игру взять и здесь вот конечно же имеет смысл отметить что в составе очень много молодых игроков много молодых игроков которым выдержать этот удар гораздо труднее чем заметно что роль такого дядьки и лидера в атаке исполняет колер и он пытается заводить свои партнеров на вокруг него уж очень молодые игроки но есть вернс есть dd собственно через кого можно строить всего начала атаки стрики что абсолютно молодая команда тоже вот от три кино сейчас будет очень многое зависит мне кажется что он как раз та фигура которая должна вот собственно единственно кто-то может завести партнеров тупо сейчас борусь я радует и потерянный просто потерянный абсолютно потерянная команда и абсолютно не похожи на себя последних четырех матчей но с другой стороны а какая команда выдержит такой удар на первых минутах обидно что эти голы не стали результатом преимущества игрового это просто такие моменты она еще не успела конечно сложить сформироваться совершенно случайно и нелепый рикошет с одной стороны нелепый с другой все же объяснимо макай на обыч там направо я бы сказал что он там ну и заправа я брал при подаче углового естественно митцельдер был свод на показывают российские и вертам рядом сидят и видим уже предвидит свой может быть не очень скорый на выход за роберта хотя развернулся макай здорово сейчас и мгновенно кинжаль на он бьет очень короткий замах пока очень часто бьет на силу просто носилки не цель из практически но это приносит приносит результат в том числе в этом же есть элемент неожиданности еще не готовы к тому что будет удар вратаре и защитники форвард очень высокого класса вспомни гол который он забил аяксу когда в 30 метрах от ворот получил передачу казалось бы еще там 99 процентов нападающих мяч бы обработали и побежали бы один на один с вратарем а он с этих 30 и 33 метров вдруг лупит изо всех сил первом же касание поворот и попадает вратарь готов так присесть и думать как ему пойти навстречу а вот этот мяч мимо него свистит просто ворот это уже такая детская школьная игра понимал что вряд ли его накажут игрок баруси ситуации и располагала неизвестность как мерк отреагирует поговорила же если сейчас дает вернулся на своем из-за педагога ну и все уже нам казалось бавария должна играть на контратак но она не чувствует силы соперника вообще не чувствует смысла отходить даже назад играть от обороны ну что не держать мяч если он держится теперь нога ну это как из песни высоцкого пропаленного прислал около фишера если нельзя в шахматы обыграть может это сначала снял для верности киджек кель кель очень жестко встретил но в результате ответил что мы решили да 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 конечно кто-то тоже был зашел отомстить игрок техничный человек не отличается сюда не отличается хорошо говорит мне вряд ли собой за себя сможет сам за себя постоять это конечно сможет с малярой толкнул спину человеку это уже не выдерживает сильно зачем толкать понятно что мяч ты так не выиграешь все это заметит дадут штрафно еще и соперника настроишь против себя судью настроишь против себя стадион я думаю что злость такая спортивная может быть даже немножко бьющая через край это единственное что сейчас может завести дортманд и в общем то правильно делают что играют таким лишь бы не захватали карточек и лишь бы никто не был удален досрочно но в принципе вот играть на грани так вот и эмоционально и на грани дозволенного это сейчас для них очень полезно потому что не то что полезно просто единственная возможность потому что бавария хочет побыстрее чтобы это закончилось хотя всего двадцать пятой минуты я уверен что сейчас большинство баварских игроков уже смотрят табло и ждут когда же наконец закончится в общем уже все ясно вроде как уже матч выигран странная ситуация 2-0 в общем не тот счет вроде бы изначально при котором так можно относиться но мы видим ничего же не меняется вот здесь ты как шахматная партия один из игроков без ферзя играет и может надо длиться два с половиной часа но ясно что ничего не произойдет ну и за роберта с мячом теперь медсельдер здесь на своей позиции оказался и вовремя перекрыл бразильцу дорогу очень здорово великолепно писара хитро сыграл в результате назад пас под удар макаю д.д. издали шо львышева развлекается голове может себе позволить и такой веселый и функционный удар получается знаменитый персонаж маугли был тоже любил иногда пошучивать вот так бавария сейчас шутит в тортманской баруси не проходит передачу к римге очередная писара кстати вот скис на мой взгляд немножечко последняя очень слабо проблемой появления в баварии герреро не такое ощущение именно что перуанцы как его дула то чем может быть это сара велика давайте посмотрим великолепная комбинация все это точно выигрывает мяч и сара макай в одно касание блестяще идеальный пас и удар очень вовремя подъемом дальний угол но теперь еще и лазьюсь очень неповоротливый выглядит центр обороны вся обороны даже если старание т.д. как-то отмечать ну где-то он подстраховал пару раз но большому счету обороны должна составлять не трагическое картина как же да нет это не баба человек который приезжал к нам я помню и рассказывал вот что любопытно покажется об этом порассуждать то ли мюллер его фамилия такая очень простая он приезжал на какую-то выставку футбольного маркетинга в москве несколько лет назад буквально через год-другой после того баруся выиграла кубок чемпионов и рассказывал как там все построено какой там вообще какая система менеджмента маркетинга еще страшные другие слова употреблял и все мы в общем-то так рот раскрыв его слушали видимо а вот горюнов особенно услышать вот это я не знаю точно кто там шире раскрывал но и я не имею отношения никакого не к паркетингу не к менеджменту лизингу и мерчандайзингу но слушал тоже интересно было рассказывал мужик как здорово все там устроен и за четыре пять лет вот эта система как-то почему-то рукав на гол роскошно вы не справляется не справляется центр защиты нет ну как который раз уже вернс к сожалению уже потерял свои лучшие качества а его лучшим качеством была скорость правильно сказать это качество которое потерял не потерял цепкость но цепкость умение жестко бороться очень хорошо играть корпусом очень жестко ставить корпус но с потерей скорости он стал более легко проходить так скажем и все-таки рядом с ним должен быть игрок который тактически будет будет закрывать тактические ошибки вернса которые допускают очень часто вот великолепно действует по игроку персонально но вот когда против него играют быстро и в комбинационный футбол вернс всегда теряется и видимо брюдженска не справляется с этим видимо нужно ждать когда медсельдер займет это место который сможет это продолжая змеиную тему это как ядовитое змея которая потеряла собственно свой яд свой зуб некоторые из нас например мимо нее с роней пойдут страшно змея же а вот кто знает уже кто понял что она не ужалит ну и пойдет и пройдет я бы не сказал что не ужалит он остается игроком высокого класса тем более в игрок очень опытный но все-таки в германии не так много команд которые играют комбинационная и способны разыгрывать такие комбинации как сейчас показали форварда баварии собственно и для баварии то это редко бывает характерно в последнее время стало побольше таких команда достаточно простой и силовой игре вернс по-прежнему великолеп ему всегда не хватало хитрости тактической гибкости вот с митцельдером когда митцельдер был в идеальной форме они очень хорошую очень хорошую связку образовывали митцельдер успевал почищать да сейчас опять сыграл неприлично против лиза разю причем уже на мой взгляд мерк запросто мог показать желтую карточку просто за сам этот момент мерку уже жалко 3-0 полчаса игры позади уже 3-0 не но это же я понимаю что Александр Македонский герой но зачем же ноги-то отрывать а что делать если больше ничего не остается твое вот соображение о том что по руси только и может себя завести что грубостью и грубости естественными эмоциями в игру эмоции ну игрой в каждом эпизоде а кроме того злость просто злость можно понять людей вполне конечно они но это на следующую партию уже на матч следующий вот сохранить но тут бы неплохо и состав тоже поберечь здесь то очков собрать видимо видимо не удастся видимо уже не удастся кренги на краю на краю пропасть вместе с Барусей кренги это забавно оптимизма в глазах не видно ну может быть оптимизм как раз связан с тем что вот я российский сижу на скамейке оно вот так вот уже полгода на скамейке сидит ну а ну не сказать что полгода вот так но если весь сезон посмотреть не полгода а полсезон иногда какие-то колкие слова иногда еще что-то ну да то что мы не можем что-то увидеть и услышать ну в отношении Силиха Мидзыча спорить не стану хотя безразию он просто любит поговорить здорово что он развернулся Макай между ног протолкнул издевательски издевательски уже сама ситуация это где-то сверху потому что во-первых офсайда не было чудом во-вторых вроде бы вышел Вайденфиллер правильно а Макай ударил как-то неправильно мне кажется он не метил туда он так не попал по мячу но посмотрим повтор и 4-0 да и вновь центральная защита смотри как Макай здорово сыграл он завернул ДД из вне офсайда да убежал остался ДД он как бы передал игрока центральным защитникам ДД но сам при этом не вышел из офсайда да но вот Макай за спинами центральных защитников пошел пошел в центр и никто не заметил этого движения и конечно великолепно сыграл великолепно сыграл Шоль да но мы ждали от него этих передач он мастер последнего паса неожиданного точного такого разрезающего паса он великолепно делает ну а ты согласишься с наблюдением что Макай мне кажется хотел плотно щечкой выше вратаря вот туда перекинуть хотел перекинуть вот я и говорю вот так а попал еле-еле и мяч скользнул между ног это просто уже это было наказание это уже не важно сегодня у Баварии получается все у Дортман не получается ничего очень жалко очень жалко тренера вот уж кто кто меньше всего виноват в том что происходит сейчас с Баруси так это он а кто больше всего виноват так это менеджмент клуба который довел команду такого состояния интересно с моей точки зрения то что завтра большинство газет могут написать о том что сделав четверг заявление команду да нет дело не в том что Баруси не сопротивлялась что Баруси на краю гибели что это поражение прямое следствие того что было сказано а мы видим что это совершенно не так просто фантастически день сегодня день невезения для Баруси но опять же грань как вот коллега Мельников говорит грань между невезением и мастерством она очень тонкая в спорте да согласен согласен конечно Бавария но при прочих раунд при прочих раунд попытался убежать да опять между ног причем ну потому что он остался против Вернса он же понимает что он убежит от него для Мечелес вперед играется рекоменджер вот Вернс двумя ногами вперед идет ну уже разозлился конечно Вернс как принято в последние годы говорить вертикальная игра очень хороша у Баварии продольные передачи мгновенно ищут их вот еще в чем в голове тут получается проходит это может быть проблема Дортмунд но то что они постоянно ищут варианты играть по прямой к воротам и двигать не просто мяч но и передвигаются перемещаются так вот это здорово вообще уже в арсенале я думаю сегодня мы видим немножечко другую Баварию не ту которая играла во всех предыдущих матчах ну во первых сегодня появилась другая пара защитников которая не наигрывалась как основная все таки в качестве основных совершенно сознательно я начал говорить об этом но забитый баварцами гол не дал мне закончить эту мысль Магат всегда играет с очень активно подключающимися к атаке фланговыми защитниками так было в Штутгарте где у него и Лам и Хинкель Хинкель да очень активно участвовали в атаках очень много забивали точно так же и в Баварии происходит причем он ведь отрядил практически весь первый круг правильно сказать не весь первый круг где-то середины осени фланговыми защитниками у него стали играть Фрингс и Салихамиджич которые никогда не играли в защите Фрингс играл за сборную в защите у него есть такой опыт скорее в центр нет Фрингс играл именно на фланге обороны они в Японии и Корее на чемпионате мира он как раз действовал на позиции правого защитника они играли тогда в связке с Бертом Шнайдером из а было 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 сейчас припоминаю Фрингс и Шнайдер ну я бы не сказал что это было постоянно 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 просто по очереди подключаются российские начали разминаться нет во всех матчах в четверг финале и в полуфинале во всех матчах он действовал на позиции правого защитника ну собственно это должно было произойти мы ждали когда Мерк начнет опять Салихамиджич опять Кринге Кринге против него собственно реально и достается именно от Кринги как от Смолярка это естественно но Смолярк не совсем играет в полузащите но Бавария действует Бавария действует с двумя Баруси простите действует с таким трезубцем атакующим в виде двух инсайтов как принято называть обычно сейчас эту роль исполняет Смолярк справа и Рикен здесь Рикен слева а перед ними играет Колер сейчас такая такую схему используют просто потому что нет второго нападающего я думаю что связано это в большей степени с этим и Смолярк как раз вот такую позицию инсайтер право занимает хотя в принципе он может играть чистую форуну конечно же так вот сегодняшняя пара защитников она видимо да жалко было бы совсем неприлично Сара это был или Макай да Макай мог сделать хитрик человек я думаю что у него еще все впереди еще первый тайм закончился заменит чего доброго это маловероятно хотя очень может быть очень много основных игроков которые скорее всего выйдут на матч против Арсенала остались сегодня в запасе это и Харгривс и Фрикс ну кстати вот Фринкс переехал из Дортмунда в Мюнхен может быть это такая ну извините за сравнение пусть не обидно будет некая крысиная позиция заранее зная что там уже ничего не получится с корабля ушел ну я думаю что это совершенно не так за него были заплачены огромные деньги и в Дортмунде он практически перестал прогрессировать хотя он играл много постоянно но прогрессировать он в общем действительно перестал в общем что тогда говорить если давно уже ясно всем все кто из Дортмунда мог уйти уже ушли все кто мог уйти на повышение уже ушел остальные остальные остаются пока не уверены в своей судьбе шанс Макай сделать хитрик отмечают все мы все с попом отмечаем Романа Вайденфилера в этой ситуации но в общем песок плохая замена как известно удовольствие от того что сумел мяч такой отбить все-таки невелико первое удачное действие действительно а нет второй один раз он прекрасно отбил мяч из-под перекладины когда свекомеджи сбил Шой получил мяч от Писарра и заработал штраф за 5 минут до конца первого тайма теперь кружка такая аналогия пришла в голову до конца первого допроса сейчас тебя отправят обратно отдыхать но это не значит что от тебя отстанут ты уже никуда отсюда не денешься все это поражение очень тяжело будет Баруси выходить на второй тайм представляю себя сейчас настроение игроков ну вот и Канн поучаствовал в матче первый угловой подает Баруси очень аккуратно сбрасывал мяч лучше не в ствол ну конечно 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 это очень-очень правильно очень грамотно сбрасывал стороны абсолютно по делу что называется доволен материсом удовлетворен и навес и навес никакой мяч еле-еле все валится из рук сегодня к сожалению пока мы не видим тех лучших качеств которые продемонстрировала Баруси особенно в начале этого да в 97-м мы говорим буквально вот сейчас в течение месяца вроде бы да да конечно но это несчастный случай несчастный случай ты знаешь по моему мнению я никакой образом не хочу навязывать свое мнение мне кажется что сегодняшний матч просто несчастный случай ну думаю что расценен ты об этом уже начал говорить он будет иначе ну да все-таки будет связь прямая найдена с заявлениями французского кризиса крахи даже коля уже пошли слухи о том что на базе Баруси может быть создан клуб ФК Дортмунд который начнет свой путь снизу да ну не совсем с нуля но может быть даже с региональной лиги да для того чтобы для того чтобы совершенно непонятно каким образом подгасить эти долги долги ну много об этом говорилось в последнее время и наверное подробно очень подробно развивать эту тему не имеет смысла но тем не менее долги появились у команды на протяжении последних трех лет в основном и связано это было исключительно с неправильным менеджментом просто с ошибками менеджмента с покупкой очень дорогостоящих игроков которым платились очень высокие зарплаты которые абсолютно себя не оправдывают гонка за Мюнхеном а для Дортмунда это в общем было так сказать главная задача была удержаться за Мюнхеном она вот привела к финансовому краху вложения которые были сделаны в команду они не оправдали себя Дортмунд не смог пробиться в Лигу чемпионов не смог добиться заработать на этом деньги а других способов других заработков не было к сожалению Роман Абрамович не обратил внимания на этот клуб ну понимаешь вот я вспомнил его зовут Михаил Майер он же рассказывал как все построено как идет работа например с болельщиками это было в 99 году как команда которая собирает на своей публике больше 40 если не 50 процентов бюджета абсолютно уверена в своем будущем что даже если будут проблемы со спонсорами с телевидением или с чем-то опять же с не очень правильным менеджментом то болельщики всегда спасут потому что они вот тот минимум который позволит удержаться всегда выберут очень интересно сейчас малярок попытался подыграть себе рукой это не произошло странно кстати еще одна ошибка одной из главных ошибок менеджмента сейчас считается продажа стадиона потому что сейчас Дортман вынужден арендовать стадион стадион был продан командой и постоянная аренда стадиона плата за арендная плата которую приходится платить за домашние матчи и поддержание стадионов в нормальном виде и поле в нормальном виде оно съедает практически все доходы от болельщиков это тоже ошибка менеджмента бесспорная вот кстати мы об этом еще поговорим в втором тайме кстати когда продаешь стадион значит что ты в меньшей степени можешь его использовать как сооружение на котором можно зарабатывать да? вокруг ну все 4-0 у нас пока Рой Макай сделал дубль забил Хасан Салихамиджич его передачи равно как и Клаудио Писара 2 плюс 2 сегодня запишут Макаю за этот первый тайм в Германии как по хоккейному ведется счет учитываются голевые передачи точнее подготовительная работа сегодня конечно Рой Макай оказался героем первого тайма но антигерой это вся Дортмундская Барусь пожалуй да перерыв 4-0 Думали гадали мы в перерыве много ли народу уйдет с Олимпиаштадиона в перерыве вот собственно и домой победу отмечать но с другой стороны а что уходить настроение хорошее сидишь смотришь футбольчик не очень холодно хотя снежок мы даже по-моему видели ну немцы в общем к снегу привычный Хасан Салихамиджич уже в трибунном помещении перед выходом команд на поле после перерыва видели мы его в куртке остается он в запасе то есть в запасе уже а все заканчивает матч а вместо него выходит Себастьян Дайслер немного у него шансов поиграть в этом сезоне ну и предсказанное моим коллегой появление Тома Шарасински собственно для чего для того чтобы он почувствовал игру почувствовал мяч немножечко конечно и та и другая замена вряд ли вызвана необходимостью изменять игру потому что в общем-то игра уже по сути уже завершилась Россицкий нужно набирать форму и видимо это Марк Вейк понимает что в этом матче уже в общем три очка потеряны нужно просто наигрывать его к следующим матчам чтобы он быстрее обрел форму а Салихамиджича нужно беречь для игры с Арсенал которая предстоит в среду и которая в общем гораздо важнее нежели во всяком случае нежели концовка этого матча да конечно состав Баварии ну и Баруси тоже с учетом замен но Ливеркан в воротах у хозяев это штаб высокий штаб низко упавший правда Дортмундской Баруси оборона Саньоль Лизаразю Луси Роберто Ковач Мартин Демичелес на месте опорного ну и дальше Хасан Салихамиджича Себастьян Дайслер заменил это справа слева за Роберто Мехмед Шоль Рой Макай и Клаудио Писаро ближе к нападению ну собственно Шоль чуть в глубине и обычная стандартная для этого сезона пара форвардов хотя вот и обмолвался так я что у Писара могут быть определенные проблемы связанные с тем что другой перуанец приехал в клуб и пожалуй порой даже выглядит ярче хотя чаще выходит на замен и Писара чуть-чуть притормозил но сегодня забив забив очень красиво и роскошно высказал мяч может Писара чуть-чуть и приосанится в этом смысле психологически соберется ну Геррер это всегда был в клубе ну как всегда был в клубе в общем начал он играть уже 5 лет впервые в прошлом сезоне первый матч провел первой команде он за молодежную команду за вторую команду играет уже 5 лет о нем давно известно он был лучшим бомбардиром последних трех лет в второй команде Баварии в общем следовало ожидать его появления пока он не рассматривается в Мюнхене как стопроцентная замена Писара на будущее конечно же это игрок основного состава но пока на будущее хотя по типологии он скорее Шолли напоминает нежели центр форварда такого ударного как Писар он забивает много и с близкого расстояния но все-таки кажется в нем больше технарства чем мощи например да но у него еще есть скорость и фантастическое чутье голевое согласен состав команды Берта Ван Марвика вот он с адекватной ситуацией физиономии на скамейке запасных Роман Вайденфеллер в воротах Кристиан Вернс и вместе с ним Маркус Бженско это центр обороны четвертый и тридцать пятый номера соответственно справа Кристоф Милицельдер двадцать первый слева ДД семнадцатый полузащита Флориан Кринге на левом фланге Себастьян Кель где попало можно сказать так как Себастьян Кель играет опорного полузащитника и в сборной и спасает Роман Вайденфеллер все рикошеты сегодня не в пользу Баруси ну сейчас можно считать что и в пользу все таки мяч в ворот не влетел это уже достижение от своего от Келя кстати который успел вернуться кроме Келя и Кринги еще в полузащите Ларс Рикен восемнадцатый номер и Марк Андре Крушко или Крузко двадцать второй и Эбисмалярак четырнадцатый Ян Коллер девятый собственно кого Российский заменил мы не обратили внимание сразу Лусио бьет кого сейчас мы это проверим Российский Рикен ну давай посмотрим сейчас быстренько а пока еще надо напомнить о том что доктор Маркус Мерк матч обслуживает забавный эпизод с его участием был в первом тайме налетел на него игрок и даже долго ходил потирая ушибленное место Мерк ну в общем-то это самая неприятная ситуация во всем первом тайме поскольку в общем задач чисто судейских вон среколожа чем мы видим уже перед Мерком не было на трибуне ну а матчи наверное с Арсеналом вот изначально мы сказали что в какой-то мере это будет репетиция но разве что репетиция настройка оркестра да эмоциональная а что еще здесь моделировать игру каким-то образом пытаться прикинуть игру Арсенала имея такого соперника бессмысленно Арсенал ничего подобного не позволит конечно да и состав на игру с Арсеналом я думаю будет совершенно иным рассматривалась эта игра как генеральная репетиция но Феликс Магот пошел по другому пути он дал отдохнуть очень многим игрокам основного состава хотя вышедшие им на замену тоже игроки безспорно основного состава просто в Баварии это понятие достаточно широкое команда располагает почти двумя составами все-таки сегодня по болезни не играет балок но это объективно а на скамейке запасных остались и Фрикс и Харгривз да который бесспорно и Швайнштайгер которые бесспорно будут играть я абсолютно уверен что Харгривз будет играть на месте опорного полузащитника а не Домичелес потому что Харгривз гораздо быстрее к тому же он англичанин к тому же играть против самой неанглийской английской команды но играть-то здесь да матч все-таки не в Англии в этом смысле как раз разговор о репетиционном характере тоже уместен именно потому что на своем поле к нему к его игре к его геометрии привык но кстати в матчах с Арсеналом это большая вещь и важная потому что к Хайбери надо готовиться особо ведь Хайбери один из самых одной из самых узких полей узкая и короткая маленькая очень поля в Баварии там будет очень тяжело все-таки Бавария любит более размашистую игру и широко достаточно Домичелес в принципе он нормально сыграл выполняющие обязанности да но ему сегодня и особенно играть не пришлось ну пожалуйста Аргентий очень красиво в ногах в Российске понятно Российский без формы да он не успел не успел рвануть голова понимает а ноги не успевают это такая типичная достаточно вещь часто а вот Российский успел вернуться к Олегу не заметил за Роберто делающий передач в центр но опять же Российский раз он вышел для того чтобы почувствовать ситуацию может быть он проиграет единоборство он не станет лезть и рисковать повреждениями но выиграть зону например чистый мяч и просто побежать там где другой не побежит сейчас все просто в состоянии шока находятся да он может и дольше уже издеваются подавно издеваются аж шестой минуты издеваются в аварии в центр передачу мягкую повыше успевает не успевает а просто допрыгнул Вернс да истер абсолютно правильную передачу делал и прекрасно выиграл мяч чуть-чуть он низковато да траекторию опустил чуть-чуть неаккуратно лицельдер проигрывает единоборство и вот показывает еще раз что позволяет Сезароберто да на ход партнер между двух соперников действительно за этим очень неприятно наблюдать и получать вот такие вещи от соперников здесь положение вне игры Писар кстати должен был слышать свисток конечно он слышал свисток но и ударить он должен был порой за это могут нет это не та ситуация в которой он мог получить карточку а забить этот мяч он должен был мало ли кто свистел очень часто свистки раздаются с трибун в подобных ситуациях как всегда в немецких трансляциях Висик Анастас в частности Карл Хайнс Румениги и кто выйдет теперь неужели Эвертон да скорее всего он сейчас размявшись выйдет на поле я думаю что его выход будет связан с теми же причинами что у Российских просто нужно на будущее чем быстрее эти игроки вернутся в строй тем больше шансов у Баруси будет наверное зацепиться за место в высшем дивизионе а больше к сожалению речь нет там отрыв то большой сейчас от зоны вылета 12 очков ровно мы так упомянули в первом тайме кто случайно турнирную таблицу не помнит то там Бохум Фрайбург и Ганза причем у Бохума и Фрайбурга по 16 очков у Ганза 13 а отрыв от команды находящейся на последнем из спасительных мест 6 очков у Бохума 1 на 1 выход гол это хет 3 кроя Макая пожалели мы его немножечко что спас Вайндельфеллер это уже при счете 4-0 команду а был голевой момент явный тогда пожалели Макая что лишился он хетрика и помню ты сказал что ничего время его еще этого хетрика придет и пришло ну и спасибо Феликсу Магату наверное который оставил и вновь центральные защитники пропускают это Круцко женско да это молодой игрок ну откровенная тактическая ошибка банальная тактическая ошибка двух центральных защитников они стояли держали место их двое против одного игрока он между ними бегал они его передавали друг другу так в результате он один и остался они стояли в линию между ними оказался игрок это банальнейшая ошибка вместо того чтобы играть с игроком они держали пустое место сколько же у Макая было перед этим туром 9 мячей ну что ж стало 12 а у Марика Минтала 15 у занимающего второе место Делорана Бакли в списке бомбардиров в бундустлиге 13 так что Макая уже выходит на третье место сравнивается с Мирославом Клозе но еще остальной этот тур собственно матч параллельно проходит у нас еще одна трансляция на мой взгляд очень интересная прямой игры за путевку в Лигу Чемпионов там много претендентов но прямая игра Штутгарт-Герта это уже воскресенье а матчи которые сейчас идут так по традиции сейчас а собственно играют этот результат всего два матча играют нет 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 играют играют сейчас мы найдем вот они Гамбург Кайзерслаутерн к этой минуте 2-0 Бофунг Фрайбург кстати это прямая тоже игра совсем за другие вещи но очень важная команда в зоне вылета там 1-0 в пользу хозяев Гладбокская Баруссия нет прошу прощения Майнц принимает Армению там 0-0 Нюрнберг-Байер 1-2 Вольсбург-Ганза 2-0 и Ганновер-Вердер 1-2 вот такие результаты изменится что-нибудь сообщим Кайзерслаутерн нет по-прежнему там 2-0 и 5-0 у нас в матче Баварии даже вот произносить в этот момент с Дортмундской Баруссией как-то язык не поворачивается это некая такая тень Баруссии сегодня Россицкий пошел кстати встык в жесткий довольно ну почему же на ногу-то согнул в результате и Роберт Ковач сделал то же самое Россицкий кстати несмотря на свою такую внешнюю субтильность игрок достаточно жесткий он никогда не уходил от единоборств но сейчас можно это предположить что он так будет играть только-только после травмы хотя вот видно ну и в этом наиграться тоже необходимо конечно потому что не в самых жестких не в самых жестоких стыках но дело в том что после травм для игрока очень важно перестать бояться этой самой травмы когда ты привыкаешь что у тебя болит нога ты ее инстинктивно бережешь и просто заставить себя этого не делать это очень важный момент ну да пока бережешь не игра после тяжелых вот кстати говоря уже более серьезное столкновение но мне показалось что оно было абсолютно игровым с малярок уже третирует да с малярок давно бегали за разю да но сейчас как-то достаточно дружелюбно вообще игра успокоилась после двух забитых мячей в первом тайме Дортмунд как-то выглядел очень игроки Дортмунда выглядели очень обозленными и возможно сознательно излишне даже жестко действовали в каждом единоборстве старались действовать ошибка Мицельдера ай-яй-яй собственно все правильно делал Макайна мимо Вернца мимо ноги Вернца не успел мяч не смог подтолкнуть к вопросу Мицельдере да почему он играет с края вот именно поэтому ему после двух лет вынужденного простоя человеку достаточно долго нужно все-таки приходить в игровые кондиции не физически а именно игровые разбираться в игровых единоборствах на подсознательном уровне нужно восстановить все это конечно сейчас Мицельдер еще далек где-то собака и... что-то он зал а и а и 27 а а а и а и а и а а Да, вот мы видим переодевающегося Эвертона. По-прежнему атакует Бавария. Даже удивительно, насколько разобранной, что ли, выглядит Баруся. А в чём что-то удивляться-то? Не нашёл Марвейк слов для того, чтобы завести своих игроков на борьбу. И во втором тайме Баруся откровенно вышла проигрывать. Ну вот и Кант. Смог, да, Келли, великолепный удар Себастьяна Келли, он, в общем, славится своими дальними ударами. И прекрасный игрок Кану. Парк Борнегер. Хотя мяч, похоже, летел выше, но Кану тоже как-то нужно быть в игре. Так и забыли мы сообщить, чтобы не упустить, вместо Крузки вышел Российский. Ну, это, собственно, это выследовало, ожидали. Ещё удар тоже плотный и хороший. И было касание, да, Кринги. Флориан Кринги. Вне игры, вне игры. А, не касание, почему? Свисток прозвучал вне игры. Хотя, честно говоря, мне всегда непонятно. Если никому передачи не было, как можно считать, вне игры? Если игрок участвует активно в игровом моменте. Он мог успеть добивание, он закрывал видимость вратарю. Успел только добивание тогда и... Ну, он закрывал видимость вратарю. Возможно, чтобы мне показалось, что был рикошет и кто-то ещё из игроков. Боруси Макатрон, садовича. В данном случае, вполне, наоборот, был, кажется, смысл. В конце концов, судья тоже скучная. Вот, продолжается. Это безобразие Шоль. Хотя, вроде бы, момент-то нормальный. Но тренировочный, тем не менее, по сути своей. Так, думаю, что Шоль бы при всей его технике, при всём его уровне, не позволил бы себе сыграть счёт таким-нибудь характером. Возможно, возможно. Но и в другой ситуации вряд ли Вернс жёстко встретил Шоля. Там и Вернса добавил, и в женскую тоже. Вернс рукой попал, в животное, показался. Ну, вот и Вернс. Вместо Ларса Рикина выходит. Не показал Ларс Рикин того, чего от него ждали в этом матче. В начале репортажа мы говорили о том, что этот игрок очень хорошо смотрится в последних матчах, и о нём очень много пишут. Уже чуть ли не собрались его возвращать в сборную Германию. Во всяком случае, разговоры такие пошли. И, в общем, его игра была достойна. Но традиционная нестабильность игрока, она в очередной раз сказалась. Вот решили дать поиграть Гурина Фландстайгеру. Но это всё равно, что, знаешь, не тот оркестр в троллейбусе, а троллейбус упал в реку. Конечно, конечно. Сыграй какую-нибудь пьесу, вот там внизу находясь, в троллейбусе. Конечно. Это абсолютно правильно. В сегодняшнем матче никто из игроков Ларуси себя не знает. Гениальный тромбонист, кто угодно. Попробуй, действительно. Швайнштайгер... Видимо, Швайнштайгер заменит Шоле. Хотя посмотрим. На номер сент. Шоле меняет Швайнштайгер. И это тоже возможность у него просто немножко поиграть. Полчаса побегать и Шоле дать отдохнуть. И Швайнштайгеру на непривычной ему, может быть, любимой, любимой всеми игроками средней линии позиции. Ну, ты знаешь. Под нападающими. Швайнштайгер игрок, который любит... Я так считаю, что это как раз его позиция. Да, но ему приходится чаще играть на фланге. Поскольку эта позиция в Баварии занята балоком или заменяющим его Шолем. Да, и в общем, чаще всего, если он и выходит, то выходит на фланг. Как, кстати, и в сборной Германии. А здесь у него возможность поиграть в свое удовольствие. В сегодняшнем матче можно себе позволить. Посмотрим. Кстати, могут быть какие-то перестановки, он может занять и другое место. Нюрнберг сравнял счет матча с Байером. Тоже важно. С точки зрения борьбы за места в зоне Еврокубков. Байер, кстати, и Байер вот здесь, в Мюнхене, приехав в хорошем состоянии, в приличном, после неплохой серии, получил оплеуху. Не такую, конечно, но там тоже без шансов. Не такую по счету, да, но... 2-0 такое, знаешь, академично-издевательское тоже в какой-то мере. Да, абсолютно без превосходства, казалось бы, но... Удивительно, очень мало команд... Если это магия Баварии и магия Олимпия-штадиона, очень мало есть команд, которые на этом стадионе против Баварии могут по-настоящему сыграть. Особенно это касается немецких команд. Особенно. Все-таки для иностранцев это не так. Они просто не пропитались этой магией. Да, 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 да. Они не знают, куда еду. Не знают об этих особенностях. Это связано, конечно же, и с менеджментом Баварии, который имеет колоссальное влияние на весь германский футбол. Такие фамилии в клубе, что... Хенес одного достаточно на всех. Хенес и Бакенбауэр, и Румениг, и масса игроков, которые... бывших, великих игроков, которые, собственно, создавали. Создавали славу немецкого футбола. И все они работают в Баварии в разных должностях. Все они оказывают... Каждое их слово значимое. Вот Лусио в очередной раз пошел вперед. В общем, не очень оправданное это было. Колер попытался вступить с ним в борьбу. Ничего там грубого не было. К большому счету Лусио сам напросился на этот фолк. Ты говорил, с суднем надо что-то делать. Да, да. Ну, все, тоже поиграть хочется сегодня. Попытался. Ну, Колер просто от неуклюжести немножко своей... Задел за ногу Лусио. Явно игровое нарушение никакой осознательной грубости в этом году. Саньол вводит мяч в игру. Игрок, который потерял в этом году место в основном составе. И, в общем, было ощущение, что он покинет команду вслед за Лиза Розю. Но нет, он остался. И достаточно сейчас часто выходит на замену. Любопытно, кто-то, если три года не смотрел Бундеслигу, включает, а там на флангах Саньоли Лиза Розю. А, ну все нормально. А знать бы, что Лиза Розю уже уехал и вернулся. Саньоли уже давно был запасным. И тоже собирался уезжать. Да, Саньоли собирался уезжать. У него это не получилось. Сейчас это, в общем, игроки резервные. Не рассчитывает на них, в первую очередь, Магат. Но, как запасные, они нужны все-таки Баварии играть в двух турнирах. В обоих турнирах они... Даже вот, кстати, и Фринкс, который обычно занимает сейчас эту позицию. Игроку центральной линии сборной Германии, центральной оси. Он обычно играет в центре поля. Причем он может занять очень разные места. В этом его и заслуживались. Ну, что там говорил, вспоминал про чемпионат мира, да? Да, он играл в защите, потому что в центре, в общем, достаточно было хороших игроков. А не было тогда проблемы с защитниками команды Германии. Он занял место флангового защитника. Сейчас уже на фланг, конечно, ему играть не приходится. Подросли молодые, очень талантливые игроки. Именно фланговые защитники. Сборный, да, выбор хороший. Уже перебор, в общем, да. Там и не поймешь. Кроме Лама и Хинкель, еще есть Фридрик. Фридрик, безусловно. Еще есть ряд игроков, которые в других клубах, которые вполне могут хорошо сыграть на этой позиции. И теперь Фринкс уже совершенно спокойно занимает, так сказать, привычное ему место в центре поля. А вот в Баварии ему обычно места не находится в центре поля. И чаще всего он играет именно флангового защитника. Неудачно сыграл Митцельдер, попытался он подключиться к атаке, но, в общем, к чему хорошему это не привело. Все-таки не его это дело. За Роберто не стремится развивать быстро атаку Бавария. В общем, эту атаку скорее можно назвать способом удержания мяча и приближения с финального свистка. И вновь на линии оффсайда получает мяч Балов. Макай, но не успела бежать, прозвучал свисток. На грани, на грани. И вновь хотелось бы отметить позиционную ошибку защитников Баруси. Очередную уже, которая позиционная ошибка защитников. Там очень нравится забывать про Аба Маелу. Так что он играл в стартовой составе в последнем туре. Ну, слушай, последний матч национальной сборной с Аргентиной. Проба, проба. Лусь, он все-таки, видимо, сильный ушиб достаточно получил. Покидает он поле. А может быть, нет, но судя по его лицу, связано это с ушибом, конечно. Фрикс выходит с места Лусьо. Туда и пойдет. Даже непонятно, это вынужденная замена или сознательная. Сейчас посмотрим, какие перестановки, видимо, будут. Ты понимаешь, видимо, Фрикс это сознательная. Да, да, да. Лусьо вынужденная. Возможно, он хотел, хотел Магот заменить кого-то другого, но тут ушиб получил Фрикс. Мы видели столкновение его с колером. Трудно не получить ушиб после столкновения с колером. Такой немаленький и костистый. Так, как с паровым катком. Попадающий, да. Мне кажется, что сейчас аргентинский, вообще-то, защитник Демичелес, займет место центрального защитника, а Фрикс займет место в центре. Ну, посмотрим. Да, но уж, наверное, подзабыли о том, что Мартин Демичелес взят был Баварии из Риверплейта, когда провел там очень классный сезон и играл в Куке Ливертадорес. Неплохо. Именно на месте центрального защита. Кстати, Демичелес сталкивался с колером. Теперь он держится за лицом. Показывает Роберто. Еще дальше Фрикс. Удар. И Бастиан Швайнштайгер мог забить. Поскольку передачу делал не Рой Макай, и сам это был не Рой Макай, наверное, не положено. Сегодня все пять Демичей забито либо Макаем, либо после его пасов. Ну, в общем, огорчил от своего соотечественника. Берт Иван Марвек, конечно. Смолярок по-прежнему бьется. Идет в подкаты. Достаточно опасный. Вот нам еще раз повторяют атаку. За Роберто. Прострел. Здорово. Фрикс переправил. Хорошо, да. Фрикс сыграл. И Швайнштайгер вполне. И Вайдельфеллер красавец, конечно. Временами Вайдельфеллер играет очень здорово, но, к сожалению, ему не хватает стабильности в простых моментах. Ну, вот если в списке просто бомбардиров Макай где-то на третьем месте, и у него 12 мячей, то по сумме гол плюс пас он приближается к лидерам. Он уже обошел Марика Минтала, то есть обошел бы, если бы Минтал вот сейчас параллельно еще не сделал дубль. Фантастика. Уже 17 голов в Словак забил. И отрывается он. Ну, и впереди по гол плюс пас, впереди Макайя и Минтала. Только к лозе. Марик Минтал. Ох, кто позволяет себе Ка? Соперник сборной России, кстати, в отборочном турнире. Марик Минтал. В сборной Словакии. Так показалось, когда он сделал два хет-трика в первом круге. Ну, и набрал парень именно от того, что два раза в бодрик, неважно в том матче. Еще раз нам повторяю, как Канн обошелся с Кринга. Ну, опять же, ровно та же линия поведения. Да, хочется поиграть. Я думаю, что еще и давние отношения Баруси и Баварии здесь сказываются. Все-таки это злейшие, заклятые друзья, что называется. Ну, вот и за Роберто уже позволяет себе поиграть. Ну, вот у Мицельдера практика будет. Не смог за Роберто обыграть Мицельдер или не стал. Зато легко от него убежал. Ну, вот. Смолярок. В общем, в общем, он... В своем сегодняшнем стиле. Сам напрашивался на это. А получит Мицельдер? Вот это очень интересно будет. Откровенная ошибка Мерка. Может быть, мы увидим повтор. Может быть, Мерк лучше разобрался? Да нет, Мицельдер вообще не трогал. Да нет, Мицельдер просто не трогал его, да? Может быть, дальше что-то было? Нет, нет, не трогал его. Это ошибка Мерка. Наверное, сказал. Наверное, сказал. Мерк так не ошибается. Ну, что нет, Мерк бежал, доставая карточку издалека уже. Мне кажется, он бежал, как раз разводя руками. Больше так не надо. А Мицельдер в этот момент, мы это уже не увидели, ему сказал. Здравствуйте, доктор. Идите вы домой. И получил. Я не согласен. В этом, мне кажется, что это, в общем, Мерк тоже человек. И ошибается все. Ну, как же так? Ой-ой-ой. Как же так? Можно мяч выкидывать на 11-метровую отметку низом. Под расстрел, что называется. Ну, как же играет сегодня оборона Баруси? Так искренне воспринимаешь эти ошибки, как будто они как-то могут на что-то повлиять. Это не принципиально абсолютно. Ошибка, она и есть ошибка. Просто удивительно, что, в общем, мастера играют подчас вот таким образом. Может быть, это, кстати, действительно связано с положением в команде. Мы говорили о том, что, с моей точки зрения, это поражение, сам факт этого поражения, он не связан с кризисом финансовым Баруси, поскольку не было бы двух голов на пятой и шестой минуте, и, возможно, все было по-другому. Выходило Баруси, конечно же, играть и в вполне боевом составе, и, наверное, с боевым настроением, похоже. Просто так получилось. А вот второй тайм, и безнадега вот эта, которую мы сейчас видим в игре Баруси, вот это, наверное, действительно следствие положения внутри команды. Наверное, с этим можно согласиться. С другой стороны, это еще и следствие первого тайма. Конечно, конечно, но тем не менее, можно выйти и играть, выйти и играть, как говорил Старостин, уже как-то неприлично повторять его избитую фразу, но это так и есть, действительно, кроме чести терять нечего. Почему же не поиграть, тем более, что и вся Германия видит этот матч, и, в общем, даже Россия. Да, и что любопытно, болельщики тортненские приехали, это не ближайший свет, так сказать. Вот, кстати, если кто-то и покинул стадион Олимпио-штадион, так это, видимо, болельщики Дортмунда. Да, Демичелес действительно занял место в центре защиты. А Фринг сыграет в середине поля. Как мы и предвидели, в общем. Хотя, наверное, сейчас это уже ничего не решает. Эвертон продемонстрирует, что техника от него не ушла, но Эвертон действует уж очень глубоко. Смолярок. Прекрасно сыграл Смолярок. Это уже и не везет. Чуть-чуть поточнее. И просто в голову Коллера. Там еще два было человека. Дортмундских. А вот говорим мы, что в этом матче ничего не проверишь перед следующей игрой. Уже при такой ситуации это и не важно. Но, с другой стороны, а где? Это реально последний матч для Баварии перед Арсеналом. И так или иначе, жизненный игровой тонус, он закрепляется, подтверждается здесь, и другого ты не получишь до среды. Конечно, конечно. И связи, они должны быть постоянные. Одно дело, надо наигрывать связи, но их и сохранять нужно. Я думаю, что именно поэтому часть основных игроков и вышла под конец матча, хотя это абсолютно не нужно. Мы же видим, что появились на поле и Шванштейгер, и Фрикс, которым просто дают поиграть. Магат просто дает им поиграть в свое удовольствие, почувствовать радость от победы, почувствовать этот дух какой-то игровой, тонус. Вполне это логично, естественно. Все-таки 10 дней без футбола это достаточно тяжело для любого игрока. Игрок выпадает из Тогаса. Запасные Дортмуской Баруси. Запасные, запасные. Уже такие. Уже да, уже совсем запасные. Что у нас в параллельных матчах сейчас посмотрим. Вольсбург 3-0 выигрывает у Ганзе. Да, и Ганзе остается абсолютным аутсайдером. Жалко немножко команду. Ну и Вердер забил третий мяч в Ганновере. И, судя по всему, Вердер останется после этого тура на третьей позиции. Как бы ни сыграли Штутберт с Гертой завтра. Бохум забил еще один мяч в Райбургу. 2-0 счет стал. Да, и здесь ясно, что, скорее всего, Бохум выиграет. А значит, Бохум наберет 19 очков. А Майнц с Арменией играют ничью. Вот у Бохума появляется надежда. Ну, надежда на спасение, думаю, остается даже у Ганзе. Но надежда на то, что в ближайшее время можно будет пощупать это спасение. Бохум очень жалко, очень симпатичная команда у Петра Нойрурера была в прошлом году. Но, к сожалению, она повторила путь многих маленьких клубов. Тренеру удалось создать из, в общем, неизвестных молодых игроков создать очень интересную играющую команду. Но после первого же сезона и попадания в Лигу Чемпионов команда была просто растащена крупными клубами. Большинство лидеров ушли в ведущие команды. Материальные условия, которые предлагал им клуб, конечно же, несравнимы с возможностями других команд. И, в общем, в итоге вполне закономерное и логичное место сейчас в последней тройке. И лишь возможность бороться за то, чтобы остаться выше Лиги. А жаль, команда была очень интересная и очень хорошая. Ну, Баруся ринулась в пропасть немножко с других позиций. И, тем не менее, исключено, что ее падение может оказаться даже более глубоким. Да, естественно. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Вполне естественно. Но все-таки по игре Баруся крах не грозит. Даже несмотря на сегодняшнее поражение. Наверное, к нему надо относиться уже как к свершившемуся факту. Осталось, правда, еще 10 минут, но что-то не верится. Что-то, как к уколу, который тебе уже сделали. То есть ты его боялся очень долго. Но теперь ты чего? Ну, в конце концов, потеряно 3 очка. Если рассматривать этот матч с точки зрения, так сказать, логики турнира, то мне не очень верится, что в штабе Баруси всерьез рассчитывали... Здесь очки вообще собирать. ...очень рассчитывали привезти из Дортмана, из Мюнхена 3 очка. Наверное, надежда была какая-то, но обычно все-таки тренеры прикидывают, где более реально, а где вот, кстати говоря, не вышедший сегодня Геррера. Вряд ли всерьез рассчитывали на это. Поэтому, в общем-то, ничего страшного не случилось. Если, конечно же, это поражение не будет моральным ударом, слишком сильным моральным ударом для клуба. Все-таки очень тяжело такое поражение потерпеть. Восстановиться против этого сложно после этого. Ну и посмотрим на список матчей следующего тура. Просто сразу немножечко представить, что ждет Дортмунд. В аварии даже, ну, посмотреть, на игре с Арсеналом забыть можно о следующем туре. Конечно. А вот Дортмунд доиграть с Майнцем... Дома. Дома. Вот тот соперник, на котором себя реально на Вестфаленском штате, у него можно проверить вот эту настройку. Она существует или она вообще абсолютно теперь закончилась распасть. И, кстати, Майнц очень характерная команда. Команда не классная, но играющая именно за счет характера. Правда, домашняя команда. В гостях очень мало очков набирает Майнц. Но вот сейчас, если Баруси даст слабину, то Майнц может этим воспользоваться. А Майнцу нужно, потому что он сейчас на последнем месте, кроме зоны вылета. И... Ну, как бы на 15. Да, с учетом того, что набрал ход Бохум и выигрывает сегодня, вполне может быть, что Майнцу... Ну, то есть, если кто-то из этой тройки сможет выкарабкаться, то первым, кто в нее угодит, будет именно Майнц. Сейчас попробуем мы обновить данные. Майнц. 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 Байер 2-3. Байер вышел вперед. Вольсбург 3-0. Уганзе выигрывает. И Вердер 3-1 в гостях Угануэль. Нет изменений больше. Нет изменений. Все-таки Байер забил. Довольно значительные. Байер остается командой, которая будет бороться за... Одно из пяти углевых чемпионов. Ну, а завтра Шальке играет. Это, конечно, всегда. Очень важно. Бавария оторвется от Шальки на три очка, но лишь... Ох ты, Колер пошел в сольный проход. А ведь мог он пробить. Очень длинная у него... Если бы он умел бить левой ногой... Раньше нанеси удар. Если бы он умел бить левой ногой, он бы это обязательно сделал. Но он, к сожалению, этого не умеет делать. Настолько не умеет, что просто не стал бить. Да, взял игру на себя, неожиданно и развернулся очень элегантно. Что при его габаритах... Да, элегантный Сколер, это штука особо впечатляющая. И прошел, протащил мяч и обыграл двух игроков. Впрокинул, правильно сказать, двух игроков. Но не успел. Все-таки скорость не относится к его сильным качествам и резкости. Вот мы еще раз видим, как... Вот этой бы ногой, кстати, был, и поправлял ей место чем-то. Да, если бы он левой мог пробить без хода, то он бы успевал вполне ударить с убойной позиции, с линией штрафной площади. Достаточно было попасть в ворота, чтобы мясо хотел. Хель, Российский поставил корпус. Да, Российский спину поставил, да. ДД, навес. Навес уже просто на колера. На кого-нибудь. И штрафной заработал Дортмунд. Мицельдер стал активнее подключаться. Мицельдер, ну а что, собственно, остается? За Роберто нарушил правила против него. Тоже неумышленный. Четыре человека просят? Видимо, Российский. Видимо, Российский будет. Да, четыре человека. Скорее всего, Российский будет бить. Для Российский, по-моему, дистанция великовато. А, нет, ну отсюда никто не будет бить. Это еще дальше. Мне казалось, что ближе. Очень хороший удар у Келя, но прямой. Все равно, полагаю, что навес. Очень сильный прямой удар. Ну, здесь смотри, пять метров. Девять и еще шестнадцать. Видимо, видимо, Кель будет бить. Сутки действительно бьет Кель. Не получился удар. Не получилось. Удалось обвести стенку, но уж очень слабо. Прижал мяч он. В общем, не получилось. Зацепил. Зацепил носком. Бутсов, что-то нам показывает. Пока нам показывали повтор какой-то. Видимо, потерял у Баварии мяч на выходе из своей половины поля. Из малярок. Имел опасный момент. И там еще кричали, руки поднимали вверх. Доткнуться, значит, наверное, какое-то нарушение. Скорее всего, мяч попал, собственно, в руку. Краку Баварии. Но все это осталось за кадром. Но главное, что это имеет полное право оставаться вне поля нашего внимания. Да, эпизод закончился. Еще за пять минут до конца. Пять-ной. С малярок бьет поворот. А, мяч попал в руку Ковачу. И, ну, рука была за спиной. В Италии пенальти. Об игре рукой, наверное, говорить не имеет смысла. Кажется, что и в Италии тоже по-разному судьи трактуют подобные эпизоды. Это все равно, что сказать гостям бы дали, а хозяевам не дали. Очень глубоко играет Иван Нилсон. Эверт. Эверт, простите. Иван Нилсон. Тоже дорткинская фабрия, да? Да, конечно. ДД. Когда-то они, по-моему, даже рифмовались. ДД и Иван Нилсон. Да, но они на разных флангах играли. Вот я имею в виду, поэтому он рифмовался. Могли быть и незнакомы. Кель перепрокидывает мяч дальше в центр штрафной. Ошибся медцентр, конечно. Неплохо Фрикс действует на месте опорного полузащитника. Это игра ему знакома. Он такой опорный полузащитник атакующего плана. Он может и поддержать. Жаль, это Роберто уже в офсайт. Ну, так нельзя. Конечно. Что же он не видит? А виноват-то, кстати, не он, а виноват дающий. Надо было меньше ждать, когда он выпидал. Нет, а что теперь-то? Он надеется, что в последний момент сам Макай, кстати, умеет это делать. Он надеется на партнера, когда вот сейчас рискует отдавать. Поскольку, вспомни гол его случайный, четвертый забитый. Да, он успел выдохнул. Выдохнул, как рыбка завернул за линию в момент паса. Последний удачник, а потом обратно. Это сам Макай очень хорошо изучил. Ну, и думает, что и остальные должны понимать. Ну, уронили колеры. Ну, уже, в общем, каждый отдельно взятый эпизод не имеет никакой футбольной ценности. Поскольку, в общем, исход матча ясен и очевиден. Гол разве что? Может быть, забить Дортмунду гол для... Нет, лично для футболиста. А, для футболиста? Да. Может быть. Это актуально, видимо, только для Макая, который на что-то может претендовать кутким бомбардиров. Да, он делит третье место в списке снайперов. И второе делит по системе гол плюс пас. Вот на эту минуту в чемпионате. Роман Майденфюрер. Тоже особых упреков, наверное. Ну, пропустил он второй мяч, единственное. Второй мяч должен был убрать, да. Хотя, очень плотный удар Макая с 15 метров примерно. Даже, может быть, поменьше, чуть-чуть. В таких случаях, говорят, не спас. Но назвать это явной ошибкой его тоже, наверное, было бы совсем правильно. Не успел сложиться. Одной вратарь. С одной стороны, потеряли мы сегодня зрелище. То есть не нашли, не обрели такого, которое рассчитывали. А потом у нас хватает болельщиков в Баварии, в России, как известно. И они, я думаю, не согласны с такой позицией. Они зрелище получили. Моральное удовлетворение. Серьезное удовлетворение. Не только от победы, но и от унижения злейшего противника. Ну да, это спорт, это своего рода война небольшая. Да. Поэтому и подобные эмоции имеют право на существование. Мы можем как угодно их порицать, но они есть, и они естественные. И правдивы. Ну а теперь Мюнхену нужно думать об игре с Арсеналом. Там, как и в чемпионате, действительно Бавария в этом своем состоянии, на мой взгляд, один из претендентов на победу. Почему нет? Бавария очень сильно прибавила в последнее время. В начале сезона вообще никто не расценивал. Глядя на игру Баварии, никто не понимал, как это, что случилось с командой. Сейчас становится ясно, что Маготу нужно было время, чтобы немножко перестроить игру команды. Сделать ее такой, как он, так сказать, хотел ее видеть. Видимо, сейчас большинство игроков понимают, чего от них требует тренер. А ведь сейчас Бавария вышла на определенный уровень, достаточно высокий игры. Не стал добавлять ничего Маркус Мерк, и, видимо, абсолютно правильно. Да, в принципе, он должен был это сделать. Конечно. И замены, и мяч, и замены. И тем не менее, Мерк понимает, что всем уже хочется домой. Ну, и болельщикам Баварии пора отмечать. Их мы поздравляем, безусловно. Ну, а то, что происходит с Дортмундом, это явно не сегодня произошло. И даже не сегодня выплывало. Вот кого жалко, действительно, это Берта Ван Марвик. Он приходил сюда, может быть, в другом статусе. Он ожидал другого в клубе. И теперь уже понимает, что, видимо, никаких уж своих идей реализовать здесь ему не удастся. А вот они, герои сегодняшней миссии. Ну, а вот и действительно реальные герои. Люди, которые позволяют 600-700 километров проехать, чтобы увидеть вот это. И продолжают. И посмотрите, как они приветствуют команду, да. Конечно, не радостно, но тем не менее. Ну, а вам спасибо за внимание. Георгий Алтаржевский, Александр Шмурнов для вас комментировали первый тайм. Пытались комментировать второй. 5-0 Бавария благодаря хет-3 Куроя Макая. Галам Хасана Салихамиджича и Клаудио Писара. Забитым, кстати, с передач Макая. Разгромила Дортмунд. Разгромила уже, по сути, на шестой минуте. И вот так нагромила ко второму тайму.